Кабинет министров Верхневожья рассмотрел госпрограмму Тверской области по развитию демографической семейной политики. Ее основные цели – рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни, укрепление института семьи и регулирование миграции. Какие рычаги регионального управления смогут повлиять на эти задачи? В репортаже Марии Шаловановой. 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Ключевой темой его речи стала семейная и демографическая политика. Очень важно, что эта тема вышла на первый план в работе всех уровней власти, считает Игорь Руденя. Он подчеркнул, что создание необходимых условий для рождаемости и укрепления семей – это основа благополучного будущего всей страны. Глава государства предложил беспрецедентные по масштабам и по своему уровню меры поддержки семей, в первую очередь, молодых и многодетных. Хотелось бы отметить, что особое внимание длино воспитанию подрастающего поколения в соответствии с традициями и традиционными ценностями нашего народа. И я думаю, что все четко обратили внимание и услышали, что было сказано президентом, что воспитание – это федеральная функция. Вот из этого будем исходить в реализации наших задач, планов и мероприятий. За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количеством многодетных семей. В 2016 году их было 9967, а в 2019 на 20% больше. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число до 15 тысяч. В политике финансовая поддержка семей с детьми в рамках национального проекта «Демография» включает предоставление субсидий некоммерческим организациям на формирование подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей, предоставление социальных выплат при рождении детей молодым семьям, которые приобретают жилье с использованием ипотечных жилищных кредитов, проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», проведение областного конкурса среди многодетных семей «Лучшее семейное подворье», предоставление новых региональных мер поддержки семей с детьми. Поддержка молодых семей – приоритетная задача правительства на ближайшие годы. В Тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. При этом важно учитывать, что для любой семьи одним из самых важных факторов остается жилье. Для молодых семей планируется разработка мер по обеспечению их жильем путем предоставления доступной ипотеки, расстрочки и деятельности фонда по строительству доступного и качественного жилья. Для семей, имеющих средний доход, разработка мер по разрезию индивидуального жилищного строительства, созданию института «Государственная няня», совершенствование доступности услуг дополнительного образования, в том числе путем предоставления сертификатов, развития услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет. При этом будет обеспечена поддержка семей, уже живущих в частном доме. Мы считаем, что было бы правильным рассмотреть возможность частично субсидировать затраты на газификацию уже имеющегося жилья, которые есть у многодетных семей. Также это касается водоочистки, водоподготовки. Для обеспечения эффективной работы мер поддержки будет создан Совет по демографической и семейной политике, в состав которого войдут представители органов власти, общественных и научных организаций, духовенства. Для муниципалитетов Тверской области за достижение лучших показателей в демографии предусмотрены специальные дотации. Субтитры создавал DimaTorzok